Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей и коротко о главном к этому часу. Элементы старого перехода демонтируют, нового собирают. Как продвигается реконструкция пешеходного моста на Фомичево. Опытные, инициативные, а главное с добрым сердцем. Молодежный парламент Гродно и волонтерская рота планируют сотрудничество. Беларусь стала вторым домом. Жителям блокадного Ленинграда вручили почетные знаки в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Качественный сервис и разнообразие товаров в каждом уголке страны. В преддверии дня работников торговли в областной филармонии наградили лучших сотрудников отрасли. 50% абитуриентов от общего числа набора уже подали документы в музыкальный колледж, что привлекает поступать сюда и боятся ли будущие студенты вступительных экзаменов. В пятой поликлинике работает кабинет школы активного долголетия. Кто туда ходит? Элементы старого перехода демонтируют, нового собирают. Ремонт пешеходного моста на Фомичево продолжается. Он начался месяц назад. Сейчас на объекте трудится порядка 20 человек. Задействована грузоподъемная техника. Гусеничный статонный кран. Со следующей недели привлекут тяжелую артиллерию. Кран грузоподъемностью 220 тонн для демонтажа железнобетонных плит и балок. Рабочие уже приступили к бетонированию фундамента опоры номер один нового перехода. Активно идет демонтаж элементов опор и пролетного строения старого моста. Его разберут до конца месяца. В дальнейшем будут выполнены устройства временных опор для стапеля, на котором будут собираться металлоконструкции пролетного строения. И по технологии продольной надвижки пролетное строение будет уже новое пролетное строение, надвинуто и смонтировано на новые опоры. Предварительная реконструкция моста займет полгода. Это проектный срок. Еще пару недель понадобится на ввод объекта в эксплуатацию. Здесь установят освещение и пандус со стороны жилого сектора по проспекту Янки Купалы. Молодежный парламент Гродно и волонтерская рота Санкт-Петербурга планируют сотрудничество. Уже провели первый телемост. На нем обсудили дальнейшие планы, а также совместные проекты в двух направлениях – волонтерском и патриотическом. Общественной организацией волонтерская рота недавно исполнилось 4 года. За это время активисты Санкт-Петербурга уже успели накопить богатый опыт в разных направлениях. Молодежь помогает убирать город, оказывает социальную помощь, а также участвует в подготовке и проведении масштабных праздников и фестивалей. А сейчас этими знаниями готовы делиться с молодыми парламентариями Гродно. Мы хотели бы, чтобы у наших ребят был даже, можно сказать, небольшой наставник, который мог бы поучить их волонтерскому движению и тем направлениям, которые можно развивать, исходя из опыта своей деятельности. И поэтому мы провели ряд встреч, в том числе в Санкт-Петербурге, а также провели телемост уже здесь, находясь в Беларуси, с руководством волонтерской роты, для того, чтобы обсудить совместные проекты, ну а также, чтобы ребята из своего опыта показали, как можно работать с населением, с молодежью, чтобы это приносило позитивный результат как для города, так и для страны. Такие онлайн-встречи планируют проводить каждый месяц. На них обсудят план совместных мероприятий и значимые проекты. Одним из таких станет проект, посвященный 80-летию Великой Победы. Плодотворное сотрудничество позволит в будущем выстроить крепкие отношения между молодежью Гродно и Санкт-Петербурга. Качественный сервис и разнообразие товаров в каждом уголке страны. В преддверии Дня работников торговли в Гродненской областной фалармонии наградили более 200 лучших сотрудников отрасли. Среди приглашенных продавцы, водители транспорта, руководители торговых объектов и не только. Товароведы, заведующие, специалисты, которые отвечают за логистику поставки товара, своевременность выполнения заявок и их размещения. То есть все те, кто непосредственно участвует в процессе торговли. Это люди, которые день за днем развивают отрасль. Сегодня в оптовой и розничной торговле области работает более 55 тысяч человек. Отрасли нужно очень экономично реагировать на все обстоятельства. Не допустить искусственного дефицита, предложить покупателю востребованный товар. Особенностью этих лет стало развитие фирменной торговой сети предприятий-производителей. Это как лакомцевая палочка, которая дает очень быструю связь между потребителем и производителем о востребованности, достаточности, необходимости совершенствования производимой продукции. В этом году профессиональный праздник специалистов торговли ознаменован еще одним важным событием. Столетием образования органов торговли Беларуси. К этой дате глава государства Александр Лукашенко учредил одноименную медаль. Ее в Гродненском регионе получили 35 человек. Пять специалистов были удостойны нагрудного знака «Отличник торговли». От дефицита до изобилия товаров на полке. Сегодня наша основная цель – это доступные цены на этот широкий ассортимент товаров. Второе место отрасли на протяжении ряда лет уже заслуженно занимает ВВП нашей страны. Перед торговлей всегда стоят очень амбициозные цели. Для них титует покупатель. Сказать, что развиваемся в одну сторону, ну, наверное, так бы не сказали. Да, форсировано, с юмильными шагами развивается электронная торговля. Но это не значит, что торговля стационарная приостановилась в своем развитии. Либо как-то уступила, нет. Жителям блокадного Ленинграда вручили почетные знаки в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Гродно проживает 6 человек, кто пережил страшные 872 дня. 4 в Ленинском районе и 2 в Октябрьском. У каждого сложился свой путь, как они попали в наш город. Все эти женщины были детьми, когда Ленинград находился под оккупацией. Самой старшей было всего 5 лет. Многое помнят из рассказов родителей и истории. Но до сих пор у каждого выжившего остается один вопрос. Как они это смогли? Нечего было есть. У папы была куртка кожаная. Мама всю изрезала ее на кусочки и варила из этой кожи вот суп. Но мама работала у нас обшивала. Она швея. И она работала на фабрике швейной. И ей там давали суп. Она приносила нам вдвоем, потому что с сестрой кормила. Сама не доедала, но все равно приносила. Прорвать блокаду Ленинграда пытались 5 раз. Операция «Искра» 27 января 1944 года стала шестым и успешным. Почти за 2,5 года в городе под осадой погибли свыше 1 миллиона человек. Несмотря на сложное положение, люди продолжали жить. Работали предприятия и даже парикмахерские. Люди смотрели театральные постановки. Несмотря на то, что они могли длиться несколько недель из-за бомбежек. Это страшное время для города закончилось 80 лет назад. А люди, которые остались в живых, до сих пор помнят его. Но лишний раз не хотят вспоминать. Они, к счастью, принимают самое активное участие во всех наших значимых делах. Это и государственные праздники, это и круглые столы, это и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, это открытые диалоговые площадки. Они являются частыми гостями в школах среди нашей молодежи. Такие награды очень важны не только для старшего поколения, пережившихся в блокаду, живая память о ней передается с поколения в поколение. И низкий поклон ветеранам мы будем всегда хранить в памяти их подвиг. 50% абитуриентов от общего числа набора уже подали документы в Гродненский музыкальный колледж. На третий день члены приемной комиссии зарегистрировали 26 человек. Чтобы получить бесплатное музыкальное образование, в Гродно приезжают из самых дальних регионов Беларуси. Наша съемочная группа узнала, что же привлекает абитуриентов поступать сюда, и боятся ли будущие студенты вступительных экзаменов. Исключительный вкус, тяга к прекрасному и неутолимая жажда игры на фортепиано привели Милославу Никифорову к решительному и безоговорочному шагу. После семилетнего обучения в музыкальной школе девушка решила продолжить изучать любимый вид искусства в колледже. Мне очень нравится играть классическую музыку различных композиторов. Музыка – это, впрочем, искусство, и это очень тонко связано, и я не знаю, как это даже объяснить. Моя мама меня очень поддерживает, ходит на все мои выступления и помогает мне с домашними заданиями. Поступление – это жаркая пора не только для будущих студентов, но и для их родителей. В особенности, когда речь идет о девятиклассниках. А ветерина Дарья приехала подавать документы с мамой издалека. Мы со Свисловского района, из деревни, из глубинки, с Беловежской пущи решились поступить в музыкальный колледж на фортепианное дело. Девочка отучилась 7 лет и решила поступить, связать свою жизнь с музыкой. Мы поступаем по целевому договору с такой надеждой, что вернемся назад в свои родные места, к своим родным учителям, которые нас научили этому делу. Всего в музыкальном колледже четыре направления – музыковедение, фортепианное, инструментальное и хоровое исполнительство. В этом году количество целевых мест увеличилось до девяти. Общий набор составил 52 бюджетных места. Традиционно нашими учащимися становятся талантливые выпускники детских школ искусств Грозненского методического объединения. Однако отрадно, что география расширяется. И так в этом году к нам поступают еще абитуриенты из Бресской и Гомельской областей. Отмечу, что хоть у нас еще только начало третьего дня набора, однако мы уже выполнили 50% от контрольных цифр набора. Несмотря на дальнейшее вступительное испытание, которое предстоит пройти всем абитуриентам колледжа с 5 по 7 августа, желающих стать музыкантом, педагогом или руководителем творческого коллектива здесь немало. И почти все поступающие идут обучаться этим профессиям целенаправленно. Я как-то сама в детстве была очень творческая, устраивала концерты родителям, и вот мне решили отдать бокал. И очень бы хотелось тоже учить маленьких детей, тоже, чтобы они проявляли свои музыкальные таланты и чтобы радовались их родителей. Члены приемной комиссии ожидают абитуриентов, которые хотят получить профессиональное музыкальное образование до 3 августа включительно. Несомненно, волнение до появления списков с заветным зачислено есть у всех. Однако на следующий день, сразу после окончания вступительных испытаний 8 августа, будут объявлены имена всех поступивших. Ольга Чебиряк, Алексей Сокута, Новости Гродно+. Занятия на тему инфаркта, инсульта, самопомощи и факторов риска развития различных заболеваний. В пятой поликлинике работает кабинет «Школа активного долголетия». В этот кабинет приходят пожилые люди, у которых во время медицинского обследования обнаружили признаки такого заболевания, как деменция. Характеризуется оно нарушением памяти, концентрацией внимания и восприятия. Все зависит в первую очередь от степени тяжести состояния. В кабинете активного долголетия изучают анкету каждого пациента и формируют в специальные группы по схожим заболеваниям и симптомам. Занятия в таких группах проходят каждую неделю. Здесь пациентам рассказывают, как жить с таким заболеванием, как деменция. С момента открытия кабинета в поликлинике номер 5 обучение прошли уже более 60 человек в возрасте от 60 лет и старше. Это генератические симптомы, то есть симптомы, которые развиваются у пациентов старшего возраста. Особенности самовзаимопомощи. Что такое гипертонический криз, что такое инфаркт миокарда, что такое инсульт, зачем нужно контролировать глюкозу крови, какие основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний, что такое синдром падения у пациентов старше 75 лет, какое питание должно придерживаться у пациента пожилого возраста, но и самое главное – это организация безопасного быта для пациента, чтобы пациент дома сам себя не травмировал. В большинстве случаев деменция – заболевание инвалидизирующее. Пациентам нужен посторонний уход. В кабинете активного долголетия о специфике заболевания рассказывают в том числе родным и близким пациентов, чтобы те смогли оказать грамотную помощь. Работают такие кабинеты в каждой поликлинике Гродно. Система занятий в них выстроена так, что для разъяснения некоторых тем для пациентов приглашают не только врачей общей практики, но и узких специалистов. Медвежонок-пух лезет за медом, пятачок любуется синим воздушным шариком, кролик ждет Винни в гости, а я ищет свой хвост. Но их всех объединяет одно – они ждут тебя на премьеру спектакля «Винни-пух». 28 июля в 11.00, 1 августа в 18.00 и 4 августа в 11 часов дня. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте кинотеатр Мегамаг. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова